На усиленный режим работы в связи с пожароопасной обстановкой переходят и энергетики области. Ликвидацию ЧП по сценарию продемонстрировали сегодня наглядно. По легенде учений, без электричества остались сотни социальных объектов, предприятий и более 70 тысяч жителей. 24 часа на устранение всех неполадок в энергосистеме четырех районов области. Что выполнили на 100%, а где еще предстоит серьезная работа, выяснил Виталий Портнов. АПВ неуспешная. Признаков работы УРОВ на постах не наблюдается. Аварии в энергосистеме в четырех районах области без электроэнергии остались 73 тысячи жителей. ЧП произошло из-за высокой температуры, выше 40 градусов и сильного пожара. Сценарий запланированный, но все действия реальны. Энергетики должны оперативно доложить о неполадке, подключить резервные источники питания, сделать ремонт и подключить население к электричеству. На все 24 часа. Проведение таких учений позволяет состыковаться с непрофильными, скажем, межотраслевые связи уже наладить. То есть, получается, с МЧС, с главами районных администраций. Вот, в общем-то, в этом и есть ценность этих учений. Межведомственные учения проводятся два раза в год. Во время сильных морозов и аномальной жары. Сейчас в большинстве районов региона объявлен четвертый класс пожарной опасности. Поэтому диспетчерские центры пристально следят за работой всей энергосистемы. На большом экране электросети всей Самарской области и соседней, Ульяновской. Спасибо РДУ. У них это все выстроено на 100%. Работа энергетиков в этой части не вызывает никаких нареканий. Однако доклад ряда ЕДДС с территории были неполными. Это не значит, наверное, что коллеги работать не умеют, но они посчитали нужным сделать полное доклады. Мы, в общем, обратили их на это внимание вместе с МЧС. Все недочеты придется еще раз отработать, чтобы во время реальной и чрезвычайной ситуации оперативно сработали все службы. Это обеспечит бесперебойную работу электросетей региона. Тогда без света не останутся тысячи жителей. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.